Привет, друзья! Пора уже и нам приготовить что-нибудь горячее, с дымком, на костре. Завтра я планирую приготовить большой кусок свиной шеи, говяжьи ребрышки, курочку покоптим. Вот сама коптилка, печка, вот такая вот штука. Я уже ее довел, сделал, видите, такие вот полочки, решетки. На них мы с вами будем коптить мясо. Сейчас мы пойдем в дом и будем делать маринад. Всю ночь мясо будет мариноваться, скажу так, набираться соками. И уже завтра, когда будет хороший день, солнечный, мы с вами будем коптить. О, будет все сделано в техасском стиле. Пойдемте солить мясо. Ну вот, посмотрите, что мы завтра будем с вами коптить. Вот это у нас шейка. Две курочки. Ну и говяжьи ребрышки. Процент соли определяйте таким образом. 2% от веса вашего мяса. Ну, сами рассчитайте. Делаем состав специй. Вот у меня соль. Относительно веса моей шейки. Добавляем пол чайной ложки специй аджо или же чили. Вот эту специю я вам дам состав. Полная чайная ложка. Пол чайной ложки черного перца. Все смешали. У нас с вами будет 2 маринада. Первый маринад мы делаем сейчас. Наше мясо будет лежать в течение 12-15 часов солица. Затем мы его с вами будем делать в техасском стиле. Я вам уже сегодня говорил, что мы будем с вами делать так, как делают в Америке в Техасе. Сначала мясо обжаривается. Оно обжаривается при температуре копчения 80-100 градусов. Получается красивая корочка. И потом мясо достают и заворачивают его с дополнительным маринадом в пергаментную бумагу. Ну, завтра вы все это увидите. Давайте покроем специями. Затем возьмите мешок. Желательно пищевой, полиэтиленовый. Ложим мясо сюда. Мы с вами делаем сухой посол, не мокрый. Все специи, которые остались здесь, высыпаем сюда. Берете пучочек кимьяна и тоже сюда добавляете. Выдавливаем воздух, завязываем и оставляем на 12-15 часов мариноваться. Завтра мы уже с вами встретимся и вы все увидите, каким образом мы все это будем готовить. Ребра и курицу я замариную точно так же, как и шейку. Итак, прошло у меня 20 часов. Мясо у меня хорошо просолилось. Прежде чем его коптить, его необходимо обсушить. Я его обсушил бумажными полотенцами и сейчас повешу на улицу, пока наша коптилка хорошенько прогреется и дрова полностью прогорят. Ну что, пойдемте на улицу, я покажу, каким образом я это сделаю. Последний раз мы пользовались коптилкой несколько месяцев назад. Но учитывая, что сейчас прохладная осень, нам нужно ее просушить, чтобы этот конденсат не оседал на мясе. Поэтому процесс может занять пару часов. Но тем временем мы будем с вами готовить мясо для копчения. Его необходимо сейчас подсушить. Пока мясо будет сохнуть, наша коптилочка подойдет. Пришел первый этап нашего копчения. Начинаем с шеи. Коптилка у меня хорошо прогрелась. Ложу кусок мяса и закрываю. Первый этап копчения у меня будет в течение часа. Так, чтобы получился красивый цвет и интенсивный аромат дыма. Потом, когда час пройдет, я его вытаскиваю и заворачиваю в пергаментную бумагу. Копчу я при температуре в среднем 80-85 градусов. Я копчу на ольхе и на фруктовых деревьях. У меня здесь яблоня и персик. Сейчас мы с вами приготовим специальный состав, которым будем покрывать наше мясо. Делаем состав для шейки. Две чайных ложки горчички. Пол стакана пива. Это может быть светлое, может быть темное. Мед. В среднем столовая ложка. Если положите больше, это не проблема. Все смешиваем. Также добавляем нашу вот смесь специй. Буквально пол чайной ложки. Следующий состав мы с вами сделаем для ребер. В принципе, по той же схеме. Столовая ложка меда. Чайная ложка горчицы. Светлый соевый соус. Буквально чайная ложка. Может быть столовая ложка. Наши специи. Пол чайной ложки. Чайная ложка оливкового масла смешали. Как вы видите, я уже не добавляю сюда соли, перца. Потому что мы с вами сделали хороший выразительный маринад. И наше мясо достаточно, скажем так, агрессивно в своем вкусе. Также мы с вами сегодня сделаем особый и очень вкусный барбекю соус. Теперь мы делаем состав для курицы. Горчица. Мед. Наша специя. Соус кирияки. В среднем столовая ложка. Маринады готовы. Вы увидите, каким образом я их буду использовать. Вот наше мяско. Оно подрумянилось. Сейчас мы будем дальше с ним работать. Ребрышки хорошо подсушились. Давайте цыплятки пошли. Отлично. Оставляем на час. Пойдемте, закончим шеей. Мажем нашим маринадом. Я сейчас закрываю пергаментной бумагой, завязываю бечевкой. И когда наши ребра и курица постоят час, мы все мясо положим одновременно в коптилку. И будем еще коптить два с половиной часа. Прошел у нас еще один час. Давайте будем доставать. Хорошо. Смотрите, какая красота. Конечно, можно все это оставлять до полной готовности. Это абсолютно никакая не проблема. Но я сегодня делаю мясо по стилю Техаса. У них особый стиль приготовления. Они вот так вот делают, скажем так, прикукт. То есть предварительную обработку дымом мяса. Затем ложат в пергаментную бумагу. И уже доводят до готовности в бумаге. И мясо получается очень нежное, сочное и мягкое. Часто используется в ресторанах и фастфудах для бутербродов. Это наша свинина. Оставляем ее вот туда, подальше. Вы узнаете, что это такое? Это тарелка для приготовления паэли. Мы привезли ее из Испании. Четыре года я работал в ресторане испанском. Я вам покажу и научу, как нужно сделать, вот скажем так, в домашних условиях, на обычном мангале супер паэли. Значит, что мы делаем? Мы делаем по той же схеме. Двойной слой пергаментной бумаги. Наш соус кирияки. Так. Один пакет. Ребра. Мажем. Ну вот, мяско я замотал. Пойдемте закладывать в коптинку. Все. Закрываем. И коптим при температуре в среднем 85-90 градусов. Два с половиной часа. У нас темнеет. Теперь уже я не смогу вам ничего показать. Вы уже увидите готовый результат непосредственно в квартире. Наше мясо уже практически готово. Осталось буквально 15-20 минут. И сейчас я хочу сделать барбекю соус. Существует, конечно же, стандартный барбекю соус. Огромное количество разных разновидностей. Но я хочу вам предложить свою версию. Попробуйте ее сделать и скажете, что лучше, просто из бутылочки или же сделать мою версию. Одна луковица. Один перчик. Три-четыре зубчика чеснока. Меленько-меленько рублен чесночок. Разогреваем небольшую кастрюльку. Буквально пару столовых ложек оливкового масла. И поджариваем овощи. Кимьян. Закрываем крышечкой и слегка подтушите. Так, смотрите-ка. Вот у меня как поджарил овощи, видите? Получился такой, как бы, замечательный вкусный нагарчик. Овощи стали мягкими. Добавляем сюда буквально полстакана белого вина. Тетропаковское вино будет прекрасно. Закрываем еще крышечкой. Еще одна-две минутки. Для того, чтобы нам закончить наш соус, нам понадобится мед. Соевый соус. Темный. Именно темный. Наш кетчуп. Кетчуп, если вы не видели, как мы делаем кетчуп, это наш домашний кетчуп. И соус барбекю. Вы можете использовать любой. Например, у меня вот Хейнс. Есть и другие варианты. Бурбон, барбекю. Огромное-огромное количество. Выбирайте самый-самый вкусный. Наш чесночок, лучок, перчик. Дали свой сок, аромат. Давайте доводить. Две столовых ложки меда. Две столовых ложки темный соевый соус. Пять ложек наш кетчуп. Домашний кетчуп. Четыре столовых ложки соус барбекю. Вот это является основа. Является очень вкусной основой. Добавляйте соль, перец, чили, например, или черный перчик по вкусу. Всю эту историю доводим до кипения и сразу выключаем. Соус готов. Все очень просто. Изумительно. То есть соус барбекю, он должен быть выразительный на овощи. Ну и, конечно, вкус барбекю. Немножко такой смокивает. И он должен быть кисловатый, сладковатый. Это идеально будет с грилованным мясом. Соус готов. Буквально через несколько минут я принесу мясо, и мы будем с вами дегустировать. Ну все, друзья, прошло у нас два с половиной часа дополнительных. Вот наше мясо. Давайте будем пробовать и сервировать. Красота какая. Вы посмотрите, что такое. Это наши ребрышки. Мясо мягкое, ароматное. Какой запах сумасшедший! Вы просто себе представите можете, ребята. Вот так. Смотрите, какой цвет. Нежная, мягенькая. Мне этот метод очень нравится. Она румяная, но в то же время, видите, какая соченькая. О, это что-то. Это что-то. Ну вот, посмотрите, какая она нежная, сочная, мягкая. Прекрасное блюдо с белым вином, с пивом. Отличная закуска под водочку и коньячок. Замечательное угощение для вас, для ваших друзей, для вашей семьи, для ваших детей. Сейчас давайте будем с вами пробовать. Ну, чудо же. Смокота. Ну-ка, давайте попробуем. Хорошо. То, что нужно. То, что я и хотел. А теперь с соусом. Наш, скажем так, хоммейт соус. Это вообще сенсация. Белое вино. Так и пиво будет идеально. Ну, друзья, вот мы с вами приготовили еще одно вкусное, интересное блюдо. Надеюсь, что вам это видео было интересно, полезно. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok